Всем доброе утро! Доброе бессонное утро! Я поспал прошлой ночью часа два-три этой ночью пару часиков. Следим за Максиком. У него пока не нормализовалась температура ночью была. Я думаю все нормально. Вики, тоже там два дня все это было. Потом нормально стало. Два с половиной дня. Два с половиной дня, да. Так что я думаю Макс сейчас тоже нормализуется. Вот. Ладно. Мы с Викой едем в школу. Везем ее в посылку. Ой, не посылку, а как это? Поделку. Поделку. Помнишь, вот она покупает? Ехать надо потихонечку, чтобы наша тыква никуда не улетела, не сбежала от нас. Не сбежала от этой длинной пробки. Собственно пробка нам в этом поспособствует в том, чтобы ехать медленно и аккуратно. И хоть мы опаздываем. Да ладно и не опаздываем. Мы сейчас еще нормально. Ты просто вернусь там проедем? Нет, там еще медленнее все едет. Это оптимальный вариант тут проехать. Тут ждать полчаса. Нормально, сейчас доедем. Всем еще раз доброе утро. Доброе страдальное утро. Кстати эту посылку я в машине посылка называл. Вика меня поправила. Поделка. Поделку донес до школы, все нормально. Нам еще надо как в поделке написать стихотворение или прозу, или рассказ, или сказку. Короче, про нашу поделку. Не нам, Вике по идее. Может это будет не наша проблема? Все семьей. А ее проблемы? Да непонятно всей семьей. Ну поделку мы вчера довольно быстро сделали. Довольно занимательный был процесс. Сегодня так же сказку напишем. Да мы вчера в принципе так тезис на это уже с Викой обсудили. Напечатать нам. Кто там, что ежик с кем-то познакомился. Медведь раздавил дом. Ну мы как бы все попытываем. Вступление, развязка. Точнее драма, трагедия, развязка, там хэппи-энд. А потом да, любовь, морковь и ежика. Да, у ежика и любовь вообще. У нас такие рассказики знаете про любовь. Ага. Мы конечно вообще на грани. Ну по два часа за ночь спать это конечно не очень. Макс, что-то сегодня ночью еще хуже, чем вчерашний. Угу. Температура фигачит. Да. Короче вообще. Ну лечимся чуть-чуть. Ну я вот просто не люблю ныть. Вроде надо поныть, а вроде как и это. Начинаешь ныть, как-то неудобняк какой-то возникает. Как-то вот есть люди, которые мыть это нормально, да. Не, ну просто я ничего делать не могу. Да хочу поделать. Ничего не поделать, да. Как-то так. Сидим вот потихонечку работаем. Да, пытаемся работать. Макс спит. Да. Дверь открыта. Слушаем того. Но когда температура такая, то слабость больше спит. И который сегодня радостно. И канал сегодня английский. Не, ну так-то мы вообще приехали просто к первому уроку. Просто у нас начинается... Ну у нас, во-первых, школа не под боком. У нас школа не под боком. У нас начинается со второго. Ну то есть во всем лице начинается. Это уже для них второй урок, а для нас это еще первый. Но два раза в неделю вот мы будем приезжать к первому уроку на английский. Да. Дополнительное занятие английский. Вот. С ребятами из ее английского садика. Ну да. Втроем. Отдельно. С носителем английского. Угу. Берем занятие. Чтоб все-таки это... Ну как-то поддерживать базу, которая там маленечко сформировалась. Официально, чтобы у нее был разговор на английский. Чтоб она не боялась говорить. Ну да. Тут надо наращивать. И надо наращивать. И надо наращивать. Старше. Быстро все забывается. Нам нужен разговор на английский. Угу. И нам тоже. Нам-то тоже нужен разговор на английский. Вот. Во всем. Ну вот такой вот день будет сегодня. Я надеюсь, что все-таки он будет лучше, чем... Угу. Я вчера даже встречу отменил. Потому что я понимаю, ну смысл? Я сейчас приеду. Я думаю, встреча с людьми общаться. А я вот никакой там после... Угу. Такого времени думаю, ладно, где-нибудь там... Ну не мега важно было. Существует прям супер... Не, ну понятно. Важная встреча была, я бы не отменил. Думаю, ладно, там такие вопросы, которые можно там через несколько дней порешить. У нас неделька, короче, вообще. Угу. Неделька такая. Ну, надеюсь, что она и пойдет на спад, потому что... Ну, конечно. Да, должно. Должно пойти на спад. В общем, ладно, не будем гундосить. Будем работать. Угу. Редко у нас такими видите. Ну, тут ничего не поделось. Ничего не поделось. Да, мы... Мы и так крепимся, поверьте, на камеру. Мы мало на что вообще как бы жалуемся по жизни. Ну да. Это уж так, когда реально уже там награли. Это снова я. Поехал за Викой. Сейчас заеду в магазин. Точнее, уже заехал. На парковке сейчас пойду. Думаю, надо записаться. Таня, хочу купить наушники беспроводные. Кто там у меня Макса укладывает или Вика там что-то сидит делает. Слушает в этот момент. У нее такие проводные и все, короче, уже никакие. Вот. Она мне все наушники. Хочу наушники. Поэтому я заказал. Сейчас пойду заберу наушники. Каких порт сняешься? Ты всегда любишь сниматься. Покажи, что ты там сшила. У Вики сегодня... Как это называется? Сердечко. Нет, я понял. То, где ты это сшила. А, интегрерная игрушка. Здорово. Сердечко. Мне помогли только украшения. А, Тальша, ты прямо сама сшила? Нет. Прям вот по кругу все сшила. Нам сказали, как сшить, и я сшила, сшила. Обалдеть. Вообще классно. Тут осталось где-то дырку. Вывернули. Там, где маленько помогли, и дальше я сама сделала. Обалдеть. Вот это красота. А у нас дожди нальет. Вику с дождем встречался со школы. Вот. Такие дела. Все. Поехали мы домой. Дети спят, а нам это только снится. Я вот только сейчас Таня спросила, где наушники. Только сейчас уже вспомнили, что вообще-то я наушники ездить не собирать. Все. У меня наушники сломались, а вот эти такие большие, уши там болят. Ну и вообще с проводами неудобно. Правда не знаю, как я эти буду хранить. Беспроводные. Беспроводные. Ну они в коробочке у нас. Давай аккуратно вскроем. Я люблю музыку послушать. Макс проснулся. Макс уже в зале. Мы конечно на грани. Я надеюсь, что это заключительная ночь, в которой мы не спим. Да. Все. Мы еле не спим. Где он опять? В общем, Макс не спит. Сейчас мультики включили, чтобы он. Вот. Такой сегодня влог. Вот такие вот наушники. Беспроводные. Таня прикупили. Сейчас их подзарядим. Будут пользоваться. Коробочка. Наушники. И зарядка. Пистолет вчерашней поделки еще убрать не успели. Так. Не фарм. Ладно. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok